МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день эта задолженность по организациям бюджетной сферы Карачаева-Черкесии составляет около 24 миллионов рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основная сумма задолженности из этих 24 миллионов приходится на федеральный бюджет. Опять-таки, эта задолженность числится за одним предприятием. Управление миллиардации земель и сферкокозяйственного водоснабжения по Карачаевой-Черкесской республике. Неоднократно это предприятие вызывалось на комиссии. Сейчас мы готовим документы в прокуратуру по этому предприятию. Ну и как-то будем дальше работать уже с правоохранительными органами в отношении этого предприятия. 21 миллион приходится вот на их долю. И остальная сумма, чуть больше 3 миллионов, приходится на муниципальный бюджет. Достижение основных медико-демографических индикаторов и увеличение продолжительности жизни жителей республики, устойчивая положительная динамика состояния здоровья, совершенствование и оптимизация амбулаторной и стационарной помощи. Таковы были главные цели Министерства здравоохранения республики в 2015 году. Об этом говорили на подведении итогов работы Минздрава республики. Всего в систему здравоохранения Карачао-Черкесия входит 42 учреждения, в которых медицинская помощь оказывается жителям республики. Серьезный мибуль в саморазвитии отрасли, поддержке медработников, повышении квалификации стали мероприятия, реализуемые в рамках майских указов президента страны. Я благодарю всех коллег и прошу вас всех, не сбавляя темпы, работать в этом же направлении. Так как год матери и ребенка главой республики обозначен, поэтому особое внимание мы, конечно, будем уделять и материнству, и детству, родоспоможению, все, что связано с этим. Еще раз благодарю вас за совместную работу. Надеюсь, в следующий год у нас будет не хуже, а может и лучше. Сегодня уровень медицины Карачао-Черкесия уходит на совершенно другой уровень. Мы уже по трем направлениям. Это сердечно-сосудистая, травматология, урология. Уже достаточно высоко себя показываем, особенно в сосудистой части, где 185 высокотехнологических операций было проведено, успешных проведений было проведено в республике. Ну и то, что сейчас лицензируются еще два направления, это, безусловно, заслуга медицинского сообщества Карачао-Черкесии. В лице Мездрава. Здравоохранение, образование, сельскохозяйство, социальная политика и жилой фонд обо всем этом и не только говорилось на ежегодном отчете главы Ужигутинского района. О проделанном и о планах на перспективу в материале Ахмата Халкичева. Прошедший 2015 год хоть и был сложным, но определенный успех есть по всем отраслям. Ни для кого не секрет, что Ужигутинский район – один из самых индустриально развитых муниципалитетов республики. На предприятиях трудоустроены около 6 тысяч человек со средней заработной платой по 20 тысяч рублей. Немало и самозанятого населения отметил глава Ужигутинского района. Число учтенных субъектов всех отраслей экономики составляет 549 единиц. Индивидуальных предпринимателей – 1628, что составляет 12,6% от общего числа предпринимателей республики. По состоянию на 1 января 2016 года в государственной службе занятости зарегистрировано 354 безработных. Улучшение и демографической ситуации. В 2015 году в Ужигутинском районе родились 736 детей. Сельское хозяйство неизменно остается одним из важных отраслей экономики. На территории района зарегистрировано 7 крупных сельхозпредприятий, 54 фермерских хозяйств и 295 индивидуальных предпринимателей, которые получили государственную поддержку на общую сумму 142 165 000 рублей. По программе переселения из аварийного жилого фонда в 2015 году сданы два многоквартирных дома на 50 семей. Также ведется строительство еще одной многоэтажки на 32 квартиры. Всего по указанной программе будут переселены 82 семьи. Как и прежде, основную долю в расходах консалендированного бюджета района составили расходы на образование и социальную политику – 71,1%. Основные усилия в прошедшем году были направлены на исполнение майских указов президента Российской Федерации и доведению средней заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с индикаторами, утвержденными принятыми дорожными картами. По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный район в полной мере исполнил все взятые на себя обязательства по заработной плате согласно майских указов. После обильных осадков в 2015 году в аулах Козелкала, Эль-Таркач и Жигута размыло дороги и мостовые переходы. В Козелкале выполнены укрепительные работы двух мостовых переходов, а в аулах Жигута и Эль-Таркач проведены дорожно-восстановительные работы, отремонтированы улицы. Также проделана большая работа по облагораживанию ряда улиц в Жигуте. В своем выступлении руководитель ДРСУ-2 в Жигутинском районе Калышби Семенов начал с поговорки. Дороги дороги, бездорожье дороже. В прошлом году было построено по аулу Кайдан, начиная с села Николаевска, 4,7 километра дороги. В станице Красногорской 4 километра дороги с заездом на местную больницу. В настоящее время в станице Красногорской строится мост стоимостью 150 миллионов рублей, длина моста 114 метров, ширина 11 метров. И этот мост должны сдать к концу первого полугодия. Это будет решением многих вопросов для жителей станицы Красногорска. В районе на уровне было организовано празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Была проведена масштабная реконструкция мемориального комплекса «Парк Славы» в райцентре. Также памятников во всех поселениях района. Молодежь муниципалитета приняла активное участие во всероссийских акциях «Народная победа», «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». В завершении Мурат Лайпанов в числе приоритетных на предстоящий год назвал развитие инженерной и социальной инфраструктуры. А именно вопросы воды и газоснабжения, реконструкции теплосетей в райцентре. Акмак Алкечев, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Джугутан. И вот что мы расскажем во второй части нашей программы. Обширная база об истории, быте, культуре народов Карачаева-Черкесии. В республике появился передвижной этнографический центр. Они знают священную книгу «Найзусть». Семеро выпускников Карачаева-Черкесского медресе «Интернат» получили звание хаписов. Музыкальная шкатулка. Творческий проект представил нашим зрителям симфонический оркестр Чеченской государственной филармонии. Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами на канале «Россия». Это «Вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В Карачаево-Черкесии появился передвижной этнографический центр. Об этом рассказали на мероприятии, которое прошло в Республиканской детской библиотеке имени Никулина. О важном значении этнографического центра для сохранения культуры, традиций и обычаев народов Карачаева-Черкесии и о том, как это стало возможно, расскажет Светлана Акбаева. На этот раз повод для встречи читателей, представителей власти, творческой и научной интеллигенции особый. Это открытие в Карачаево-Черкесии передвижного этнографического центра. Центр, в котором собрана обширная база об истории, быте, культуре народов Карачаева-Черкесии. Это стало возможно благодаря гранту президента Российской Федерации, которую выиграла Республиканская детская библиотека имени Сергея Никулина. В 2013 году мы подали заявку на участие в гранте президента Российской Федерации с этим проектом. В прошлом году узнали, что мы выиграли грант. Грант составил миллион рублей. В прошлом году началась работа, но прежде всего такая техническая работа. Мы закупили большое количество литератур. Литература о материальной и духовной культуре народов Карачаева-Черкесии и Северного Кавказа, произведения местных авторов. Все это благодаря передвижному этнографическому центру станет еще ближе к читателям, живущим даже в самых отдаленных населенных пунктах нашей республики. Кстати, в этот день библиотекам Карачаева-Черкесии безвозмездно передали экземпляры нового детского журнала на русском языке «Наш Теремок». Свет вышли уже пять номеров. Это не просто журнал, а целый дом, в котором каждая страница – это как комната. На каждой страничке ребенок будет находить для себя что-то новое, узнавать о своей стране, республике, городе и даже селе. Кроме того, каждый ребенок может стать соавтором и создателем этого журнала. По итогам республиканской викторины на знание обычаев и традиций народа в Карачаево-Черкесии организованная детская библиотека имени Никулина самыми лучшими были признаны учащиеся гимназии номер пять «Черкеска». Они выступили перед собравшимися с творческими номерами на тему «Есть у горцев обычай такой». Посредством песен и танцев семиклассники показали, что каждый народ по-своему уникальный. Когда я одел этот костюм, я почувствовал гордость за своих предков. Мы не должны стесняться их носить. Когда мы начинали готовиться, если честно, когда мы прочитали книги, мы только тогда и узнали, как проводилось куначество, другие народы, как проводился черкесский обряд свадебный, и то, что было в абазинской сказке, как мы относились к животным. И мне кажется, что это все очень серьезно. Я участвовал в номере, в свадебном обряде, и этот номер мне больше всего понравился. Почему? Потому что я всегда любил такие мероприятия, например. Мне это нравится больше, чем стоять рассказывать стихи. Выступавшие подчеркивали, что открытие передвижного этнографического центра имеет огромное значение не только для детей. Проект носит символичное название «Мы рождены, чтобы жить совместно» и нацелен на поддержку творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. А уже в апреле с историей народов нашей республики познакомятся и ростовчане. Победители республиканской викторины теперь собираются в город Ростов-на-Дону. Там, в универсальной научной библиотеке, они покажут и расскажут, что они знают о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии. В Республиканском драматическом театре прошло участвование семерых выпускников Карачаева-Черкесского медресе-интерната, удостоившихся звания хафисов. Поздравить знающих священный Коран наизусть пришли лидеры духовенства, представители власти республики. На мероприятие побывал Алихан Лепшоков. Учащиеся в медресе-интернат потратили немало времени и сил, чтобы не только запомнить текст священного писания мусульман, но и четко произносить суры, соблюдая все правила арабского языка. От имени руководства Республики правительства Карачаева-Черкесии Хафизов поздравил министр по делам национальности и массовыми коммуникациями печати Республики Евгений Кратов. Он выразил слова благодарности директору и преподавателям медресе и пожелал ребятам дальнейших успехов в жизни. Хочу отметить, что сегодняшнее мероприятие является знаковым, поскольку Хафизы являются хранителями исламского наследия и стоят на страже традиционной религии. Благодаря таким людям открывается красота и мудрость истинного исламова. Звание Хафиза – это огромный почет, но вместе с тем и большая ответственность. Заслуженные дипломы выпускникам мусульманского учреждения вручил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфти Карачаева Черкесии Смейл Хаджибердиев. Свои удостоверения получили Ахмед Саидов, братья Хасаны Хусейн Хурашиновы из Кабардино-Балкарии, Саид Азизов, Ислан Байрамуков и Аслан Артабаев, а также самый юный 12-летний Хафиз Республики Умар Шарипов из Челябинска. То, что Аллаху Та'ала ниспослал Коран, предписание нам в жизни, и тот человек, который его знает наизусть, это самый богатый человек на этом свете и на том. То, что сделали в этом медресе, вот эти ребята, перед этим, если помните, еще они были, они были и здесь, это наше общее достояние. В ходе мероприятия учащиеся в медресе-интернат читали суры священного Корана и Зикры. Также вниманию зрителей были представлены постановки из жизни религиозных деятелей ислама. Кроме того, ребята исполнили нашиды всемирно известного певца ливанского происхождения Махер Зейна. Множество благодарственных писем и подарков были вручены религиозному учреждению, а в частности и самим хафизам. Директор республиканского медресе-интернат Мухаммад Хаджи Эркенов подчеркнул, что огромный вклад в это богоугодное дело внесли глава региона, правительство Карачаева Черкесии и меценаты, благодаря которым были созданы в религиозном учреждении все условия для изучения Корана и выпуска хафизов. Пророк, саллиллаху алейху асалам, говорил, хутбат уль-вадах, прощальная проповедь у него, любите знающих Коран наизусть. Это его последние слова. Ибо изучавший Коран наизусть, хафиз, что означает? Хафиз – это носитель Корана. Вот если потеряем Коран на свете, не дай Аллах, именно как книгу, да, они нам будут сохранять Коран. Я рад, что я слова Всевышнего Аллаха наизусть учил, слава Всевышнего Аллаха, и за это очень большой Алихан Лепшоков, Аслан Баташев, Вести Карачаева, Черкесия. Любители серьезной музыки прикоснулись к музыкальной сокровищнице чеченского народа. В Черкесске состоялся концерт симфонического оркестра чеченской госфилармонии под руководством Валерия Хлебникова. Гости представили творческий проект «Музыкальная шкатулка». В нее вошли ранее малоизвестные произведения чеченских композиторов, мастеров национальной музыкальной культуры. Музыкальную шкатулку вместе с любителями классики открывала шериф Атлебшокова. Концерт симфонического оркестра чеченской филармонии без преувеличения стал подарком для всех любителей серьезной музыки. Окунуться на час в мир классики и народной музыки удалось благодаря мелодиям, передающим любовь и теплоту к родной земле и народу. Мы бесконечно благодарны за возможность выступить на вашей гостеприимной земле. И сегодня необычный концерт, поскольку мы привезли к вам уникальный проект, который называется «Музыкальная шкатулка». В 2015 году чеченская филармония сделала такой проект, и мы фактически реанимировали, реабилитировали и привели в порядок фактически все произведения чеченских композиторов. В разное время написано, мы отдали очень много сил. И, конечно, это уникальный, честно говоря, проект, потому что такого я еще не видел в своей жизни, честно говоря, чтобы вот с такой любовью люди береглись особенно классическую музыку. Мне бы была огромная честь приветствовать наших гостей символический оркестр Государственной филармонии Чеченской Республики под руководством вот такого великолепного нашего дирижера. в большом зале будут звучать произведения чеченских композиторов. Традиции той музыкальной культуры Чеченской Республики того периода, когда еще Чечено-Ленгушской Республики продолжает сейчас вот этот великолепный оркестр. Сидящих в зале познакомились с творчеством трех композиторов – Умара Бексултанова, Саида Демаева и Атнана Шакбулатова. Преданные своему делу, они вдохновенно отдавали себя служению искусству. Будучи профессиональными композиторами, в своих произведениях широко использовали и народные мотивы. По мнению организаторов творческого проекта «Музыкальная шкатулка», сохранение музыкального наследия чеченского народа будет способствовать укреплению межнациональных отношений, эстетического воспитания подрастающего поколения, приобщению к истинным музыкальным ценностям чеченского народа. Организаторы творческого проекта не прогадали. Виртуозная игра оркестра была по достоинству оценена зрителями. Все исполняемые произведения вызывали в зале овации. Очень профессиональный коллектив. Я сама педагог музыкального колледжа нашего имени Даурова. Веду музлитературу. Что могу сказать? Высокий профессионализм. И певицы, и оркестра всего. В программе вечера были и народные песни. Их исполнила солистка чеченской филармонии Мария Юрьева. Закрывая музыкальную шкатулку, гости пообещали приехать еще раз, уже с новой программой, в которой будут новые имена и произведения. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был четверг Карачаева, Черкесия. Впереди еще прогноз погоды на завтра. Смотрите наши новости на официальном сайте гтрк.кчр.ру и ждите вестей. Субтитры предоставил DimaTorzok Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, днем 15-17 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова